Дело о госизмине Виктора Януковича, когда начнутся слушания и как бывший президент Украины будет давать показания. В США выдали ордер на арест 12 охранников президента Турции. Их опознали на этом видео. Что с американским туристом делали в КНДР? После возвращения в США врачи диагностировали у него серьезное поражение мозга. Федеральное правительство предоставляет нам миллион евро. Приключения немецких инвесторов в Украине. Что помешало проекту в Одессе? Чернобыльская зона готова принимать туристов. Там открылся первый хостел. Оставаться жить здесь мне поначалу было страшно. Во-первых, радиация. Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время». Студия в Праге. Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Сегодня в России прошли суды над школьниками, которых подозревают в нападении на силовиков во время митингов 12 июня. В Санкт-Петербурге задержанного 11-классника Дмитрия Мякшина отпустили под подписку о невыезде. По версии следствия, во время акции протеста подросток ударил полицейского кулаком в лицо и выбил зуб. Инцидент удалось снять на камеру. На записи видно, что Мякшин, убегая от полицейских, упал на одного из них. После чего его тут же скрутили еще шестеро силовиков. 11-классник утверждает, что никого не бил. В суде он отказался давать показания. Кроме того, в Санкт-Петербурге во время антикоррупционного митинга 12 июня якобы напали с ножом на сотрудника Росгвардии. Об этом сегодня сообщили в ведомстве, не обнародуя никаких подробностей. И сегодня в Москве прошел суд по мере пресечения для 17-летнего Михаила Галяшкина. Его обвиняют в распылении содержимого перцового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. В результате чего он получил ожог глаза. Подростка отправили под домашний арест. На два месяца ему запрещено общение со всеми, кроме родственников и педагогов. Посещать он сможет только школу, а пользоваться интернетом лишь под надзором в СИН. Адвокат Галяшкина говорит, что из-за этого его подзащитный не сможет поступить в университет. Обоих школьников и Мягшина, и Галяшкина обвиняют по статье Уголовного кодекса 318. Насилие в отношении представителя власти. Максимальное наказание по ней 5 лет. Первое слушание по сути дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича состоится 26 июня. Сегодня в Киеве завершилось последнее подготовительное заседание. С каким результатом к нему подходят стороны узнавала Ирина Ромалийская. Сегодняшнее заседание в Абалонском суде мало чем отличается от трех предыдущих. Адвокаты Януковича в очередной раз заявили, что он очень хочет участвовать в процессе по видеосвязи из Ростова. Однако для этого суд должен официально попросить Россию организовать такое включение. Судьи же в очередной раз сказали, что не будут этого делать, потому что Янукович обвиняется в госизмене в пользу именно этого государства. Ну а еще адвокаты просили сегодня допросить свидетелей, которые, по их мнению, докажут, что Януковичу нельзя приезжать в Украину, потому что здесь опасно. Это сотрудники государственной охраны, которые были рядом с Виктором Януковичем в момент, когда на него покушались, которые подтверждают, что он находился на территории страны, когда Верховная Рада принимала законное решение о его якобы самоустранении. Это свидетели, которые подтверждают, что есть, была и остается угроза жизни Януковича. Допрашивать этих свидетелей суд отказался на данном этапе, ну и вообще закончил предварительное слушание. Назначил, наконец-то, первое заседание по сути на 26 июня. Адвокаты уже после заявили журналистам вообще недовольны тем, что суд принял к рассмотрению обвинительный акт. Материал, который поступил из генпрокуратуры в суд, не имеет права на существование. Генпрокуратура допустила самые грубые нарушения уголовного процесса. Эти нарушения были сделаны по политическим мотивам, поскольку дело все политически заангажировано. Такие нарушения открывают для защиты двери Европейского суда по правам человека. Сегодня вы все были свидетелями того, что суд определил обвинительный акт, поданный прокурорами и отвечать нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Составлен правильно и будет рассмотрен в суде. Отказали судьи сегодня и прокурорам, которые просили начать заочный процесс осуждения Януковича. Судьи же решили, сначала его вызовут повесткой, он не явится, если не явится, а потом уж и будут решать, судить ли его заочно. Ирина Ромалийская, Аскольд Цирко, из Киева, специально для настоящего времени. Подвергались на родине побоям и пыткам. Об этом в интервью агентству Reuters рассказали покинувшие Чеченскую республику представители ЛГБТ-сообщества. Их имена и голоса изменены, а лица скрыты. Республиканские и российские власти называют информацию о репрессиях в отношении представителей сексуальных меньшинств голословной. Подробности сообщит Сергей Берец. Анзор и Рамзан сумели выехать из Чечни. По словам Анзора, он был задержан полицейскими, когда в компании других мужчин ехал из сельской местности в Грозный. Он утверждает, что после избиения его пытали электричеством. Меня самого заставили завязать провод на мизинец, на мизинец ноги и на мизинец руки. А сами меня заставили меня самого завязать эти провода. И меня били, начали бить током. В апреле новая газета опубликовала расследование о преследованиях геев в Чечне. По ее данным, во время облав против предполагаемых гомосексуалистов, задержанием, избиением и пыткам подверглись более ста человек. Трое были убиты. Другой собеседник Рейтер, Рамзан, утверждает, что был задержан в апреле. Полицейские выбивали из него информацию о его контактах в ЛГБТ-сообществе. Чтобы избавиться от новых пыток, он сказал, что один из его близких служит в правоохранительных органах. Рамзана передали родственникам, которые сочли себя опозоренными и приковали его к батарее. Сестра помогла ему бежать. Оставалось только меня убрать, потому что позор для военных, для семьи, для довольно большой семьи был такой, что у нас положено только так решать. Если раньше цель этих облав были деньги, которые можно было потребовать с людей из-за молчания, то сейчас цель была уже истребить этих людей. Причем, как я слышал, цель уже от самой верхушки шла. Если оттуда идут приказы, это уже серьезно и не обсуждается в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что в республике права человека не нарушаются. Его пресс-секретарь утверждал, что геи не подвергаются преследованиям в Чечне, потому что их там нет. Нам сейчас важно вытащить как можно большее количество людей оттуда, уже почти сотни, ну около 90, чуть меньше 90 человек подали заявки на горячую линию ЛГБТ-сети. Из них больше 40 уже эвакуированы, и некоторые уже покинули территорию России. Активист говорит, что европейские государства осуждают нарушение прав геев, но при этом отказываются давать им визы. На вопросы западных политиков о преследованиях гомосексуалистов в Чечне российские руководители требуют назвать имена и представить неопровержимые доказательства репрессий. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита Владимира Путина в Париж заявил, что они вместе будут следить за тем, что происходит в этой сфере в Чечне. До настоящее время. Студия в Праге. Главная тема нашего выпуска далее. В США выдали ордер на арест 12 охранников президента Турции. Их опознали на этом видео. Что с американским туристом делали в КНДР? После возвращения в США врачи диагностировали у него серьезное поражение мозга. Чернобыльская зона готова принимать туристов. Там открылся первый хостел. Оставаться жить здесь мне поначалу было страшно. Во-первых, радиация. Американские врачи осмотрели студента, который провел в северокорейской тюрьме 14 месяцев и вернулся на родину в Коми. Пхеньян утверждает, что Отто Уорнбер заразился ботулизмом, выпил снотворное и не проснулся. В США в эту версию событий не верят. Подробнее Катерина Кочкина. Я сел рядом с ним и обнял его. И сказал, что скучал по нему. И что я рад, что он вернулся домой. Отто Уорнберу был 21 год, когда он приехал на Новый год в Пхеньян в составе группы американских туристов. Но праздник не удался. Его арестовали в аэропорту за кражу северокорейского пропагандистского плаката из гостиницы. Уорнбера судили и приговорили к 15 годам каторги. Год о Уорнбере ничего не было известно. Родители студента обивали пороги американских учреждений. Но официальных лиц Котто не допускали северокорейские власти. Только после долгих переговоров представители Госдепартамента США по вопросам КНДР Джозефу Юну рассказали о том, что у Уорнбера проблемы со здоровьем. 12 июня Юн прилетел в Северную Корею и потребовал немедленного освобождения Отто из гуманитарных соображений. Какой невероятный день для одного из наших американских сограждан, находившегося в Северной Корее больше года, и с которым, как вы знаете, нам было очень тяжело связаться. Нам нужно было договариваться со шведским правительством, чтобы получить хоть какую-то информацию. И ее было немного. Мы благодарны, что его отпустили, и он на пути в Соединенные Штаты. Отто Уорнбер вернулся в США в состоянии комы. В КНДР говорят, что он впал в нее вскоре после приговора. Якобы он заразился ботулизмом, а потом выпил снотворное и не проснулся. Американские врачи диагностировали у Отто масштабную потерю тканей головного мозга. У него нет следов инфекции или дисфункции основных органов, не связанных с неврологией. Он в сознании, но не реагирует. Он спонтанно открывает глаза и моргает. Но при этом он не понимает язык, не реагирует на слова и не понимает, что происходит вокруг. Отто Уорнбер не единственный американец, отбывающий наказание в КНДР. Вместе с ним в северокорейской тюрьме сидели еще трое граждан США. Госдепартамент заявляет, что ведет переговоры об их освобождении, но отказывается комментировать состояние их здоровья. В США выдали ордер на арест 12 охранников президента Турции Раджепа Эрдогана. Они участвовали в драке у резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Она произошла во время визита Эрдогана в США в мае. Вот те самые кадры. Используя видеоинцидента, правоохранительные органы смогли идентифицировать большинство подозреваемых, которые были вовлечены в штурм. Глава полиции округа Колумбия подтвердил, что охранники Эрдогана напали на участников мирной акции протеста. Эрдоган же раскритиковал решение США о выдаче ордера на арест сотрудников своей охраны. Он считает, что полицейские, дежурившие у резиденции посла, бездействовали. На днях в США были арестованы двое граждан Турции, также участвовавшие в потасовке перед резиденцией турецкого посла. И это настоящее время. Вот о чем будем говорить далее. Федеральное правительство предоставляет нам миллион евро. Приключения немецких инвесторов в Украине. Что помешало проекту в Одессе? Чернобыльская зона готова принимать туристов. Там открылся первый постел. Оставаться жить здесь мне поначалу было страшно. Во-первых, радиация. Инвесторы из Германии хотели вкладывать в морскую отрасль Украины. Но на пути инвестиций сплошные преграды. В Одессе едва не заморозили самый крупный немецко-украинский проект грузоперевозок. Работы возобновили только после вмешательства правительства Германии. Почему инвесторам сложно работать с украинскими морскими портами, разбирался Всеволод Ананьев. Эти торчащие из воды сваи – будущий волнолом в акватории Одессы. Конструкцию строят 7 лет. То, что удалось за это время построить, недавно провалилось в море из-за ошибок проектирования. Волнолом – первый этап в строительстве нового контейнерного терминала. Он должен был стать второй по величине инвестиций Германии в морскую отрасль Украины. Но проект заморозили. Ответственная организация волноломом не занималась. К сожалению, сроки затягивались. И фактически более 2,5 лет ничего в этом направлении не происходило. С мёртвой точки дело сдвинулось только после вмешательства немецкого правительства. Федеральное правительство предоставляет нам миллион евро для того, чтобы мы могли провести всевозможные изыскания и экспертизы, чтобы волнолом всё-таки смог выдержать любые нагрузки. Немецкая сторона хочет взять процесс строительства под свой контроль. Мы должны скоординировать все свои действия. Нужно не только расследовать, почему так произошло, но и найти специалистов, которые бы смогли исправить дефекты конструкции. Волнолом должна была построить администрация морских портов Украины. В госпредприятии нам рассказали. Сроки действительно сдвинулись из-за форс-мажора, но никаких проблем в этом они не видят. Мы планируем возобновить строительство волнолома в этом году, после того, как будет утвержден финансовый план администрации морских портов Украины и утверждена новая проектная документация в Кабинете министров. Я думаю, что это произойдет в августе-сентябре этого года. Администрация морских портов – одна из трех управляющих структур украинскими портами. Была создана при Януковиче и переняла часть полномочий дирекции портов. Без ее одобрения невозможны никакие договоры между дирекцией и частным бизнесом. Эффективность МПУ с момента создания вызывала у многих специалистов вопросы. Некоторые прямо обвиняют структуру в коррупции. Государственные грузопотоки передаются определенным частным компаниям. Они на условиях демпинга при поддержке государственных чиновников, коррумпированных чиновников поддерживают, они перевели грузопотоки, то есть порты не развиваются, порты убиваются специально для того, чтобы потом забрать эти порты за копейки, за гроши. Эти обвинения МПУ отвергает. Руководство считает, снижение государственных грузооборотов – процесс объективный. Условия, которые со своей стороны мы гарантируем стивидорам, в зависимости от их формы юридической, то есть государственной или частной, с нашей стороны полностью одинаковые. Украинско-немецкий проект в Одесском порту планируют закончить к 2021 году, если не возникнет новых непредвиденных обстоятельств. Все волатинания в настоящее время Одесса. Чернобыльская зона готова принимать туристов. Там открылся первый хостел. Вместимость пока небольшая, но директор гостиницы активно зазывает гостей. Привлекает экскурсиями, комфортными условиями. Уверяет, ночевать в зоне отчуждения не страшно и якобы не опасно для здоровья. Что предлагают туристам в Чернобыле и кто готов остаться там больше, чем на день? В репортаже Ирина Кононенко. Свежий воздух и заброшенные города. Сотрудники Чернобыльской зоны активно привлекают туристов неизведанным. Говорят, посмотреть есть на что. Это жуткое здание. Ну, оно жуткое, потому что оно вне эксплуатации. Оно уже по мере того, что у нас уменьшается количество работающих в зоне, оно закрылось у нас. Оно у нас не функционирует. Я вам могу показать вот сейчас, просто вот, чтобы вы видели, что это не жутко. А вот туристов достаточно. Поэтому пришлось открыть небольшую гостиницу, рассказывает ее директор Екатерина Федосенко. Всего здесь мы можем поселить 100 человек. Да, причем условия у нас неплохие. Для посетителей это немало. Горячая вода у нас круглосуточна и круглогодична. Это самый новый и ухоженный дом в зоне отчуждения. Кстати, найти хостел самостоятельно не так уж и легко. Карты и указателей нет. Помогают сопровождающие. Вот у нас примерный номер. Значит, у нас везде в комнатах Wi-Fi. У нас нормальная аппаратура, телевидение, душ, туалет. Сейчас я вам покажу. Душ у нас там, кабинка, умывальники. И здесь. На сегодняшний день стоимость проживания за сутки одного койка места – это 198 гривен. В пересчете, если на европейскую валюту, это где-то около 8,5 долларов. Останавливаются в хостеле обычные туристы на ночи или две. На несколько недель – ученые и те, кто снимает документальные фильмы о зоне отчуждения. Среди последних – Роберт. Британский журналист. В Чернобыле уже несколько дней. Встречаемся с ним в городе Припять. Я приехал сюда на две недели. Мы с коллегами снимаем документальный фильм о жизни в зоне отчуждения. Оставаться жить здесь мне поначалу было страшно. Во-первых, радиация. Во-вторых, место само по себе жуткое. Но сейчас страх ушел. Апартаменты неплохие. Еду мы с собой привезли. Поэтому все нормально. Я постоянно работаю. Мало думаю об удобствах. Вместе с нашим сопровождающим мы решили выяснить, действительно ли безопасно оставаться в Чернобыле. Проверяем уровень радиации возле отеля. Сейчас 14.14. Да, 14. Микровентген здесь, на этой территории. Это нормально? Это в рамках нормы? Да, безусловно. То есть в рамках нормы, разрешенной в зоне отчуждения. Здесь даже не превышает, скажем, ту разрешенную для зазоны, уровень радиации, он там до 30 микрорентген. Этот хостел, как и другие здания, которые под общежитие идут, они периодически проверяются дозиметрическим контролем. Но в самой зоне отчуждения не везде так безопасно. Неоднократно находим места, где уровень радиации значительно превышает допустимую норму. Поэтому неподготовленным туристам надолго оставаться здесь не рекомендуют. Хотя сопровождающие предупреждают. Есть комендантский час. Пугают охраной, чтобы туристы не покидали безопасную зону и не перемещались самостоятельно. Ирина Каноненко, Александр Бевс. Настоящее время. Киевская область. А грузинская столица погрузилась в ритмы джаза. В эти дни в Тбилиси проходит восьмой по счету Международный Кавказ джаз-фестиваль. Ежегодное мероприятие, которое объединяет исполнителей стран Южного Кавказа и Турции, на этот раз впервые стартовало под слоганом «Jazz up the borders» – дословно «Джазани границы». Организаторы уверены, этот девиз как нельзя лучше подходит фестивалю. Дело в том, что на его площадках выступают бок о бок музыканты, в том числе из конфликтующих стран. Из Тбилиси Звият Мчирдлишвили. Михаил играет джаз почти каждый вечер в клубах, ресторанах и барах в составе самых разных бендов. Порой за один вечер он меняет несколько площадок и коллективов. Неизменно лишь инструменты в руках, излюбленные контрабас и гитара. Михаил играет джаз уже пять лет и его музыка всегда привлекает много слушателей. Каждый год посещаю мастер-классы Кавказ джаз фестиваля. И каждый год я учу что-то новое. Я меняю свой стиль игры. Это очень грубо сказано, у меня свой стиль игры. Я дополняю чем-то, беру у каждого что-то. Традиционно мастер-классы в рамках фестиваля дают представители от каждой стран-участниц. Пока одни общаются с мастерами, другие в ожидании своей очереди, что называется, набивают руку на инструментах, играя даже в курилках. Фестиваль включает в себя достаточно много элементов. В первую очередь, я бы не сказала, что в первую очередь, потому что для нас важны все элементы. Это и образование, это и поддержка молодых музыкантов, это, конечно, и миротворческий элемент этого проекта. Для музыки не существует никаких границ. Просто мы стираем все эти границы. С таким утверждением согласен известный азербайджанский джазмен и композитор Салман Гамбаров. Он впервые принимает участие в Кавказ-джаз-фестивале. Гамбаров называет музыкантов народными дипломатами и уверен, им под силу сделать то, перед чем зачастую бессильны политики. У музыки есть тоже свой язык. Я могу не знать Суахили, но если я поеду в эту страну, мы сможем договориться. То есть музыка, она обладает таким свойством коннектировать людей. И это здорово. Этому во многом благоволит и неформальная обстановка, царящая за кулицами фестиваля. Фестиваль «Кавказ-джаз» для меня особенно в этом плане, потому что он подразумевает какой-то контекст, миссию. Там есть цель конкретная, региональная цель. Это привести на поле музыки, креатива, национальности, которые, к сожалению, имеют иногда какие-то политические проблемы. Джаз-фестиваль продлится еще несколько дней и традиционно завершится концертом и большим джем-сейшеном. Организаторы не исключают, что в будущем подобные мероприятия будут проводиться чаще. Также планируется подключить к участию в «Кавказ-джаз-фестивале» и новые страны. Звият Мчитлишвили, Давид Симонишвили. Настоящее время Твилиси, Грузия. На этом пока все. Такое запомнится эта пятница. Все наши материалы вы можете найти в YouTube, мобильном приложении или на сайте currenttime.tv. Это Настоящее время. Кристина Суворина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин